На сегодня уже во всех странах-членах Евразийского экономического союза выявлены случаи заражения коронавирусом. Временно закрыты границы. Но и это не должно стать преградой для сотрудничества союза. Сегодня главы ЕС провели встречу по видеосвязи, где приняли совместное заявление. Президент Сурумбай Джимбеков отметил, что именно сейчас необходимо объединить все усилия и вместе противостоять пандемии и ее последствиям. Глава государства предложил ряд мер, направленных на консолидацию совместных усилий в условиях распространения коронавируса. Уважаемые коллеги, договорная правая база Евразия позволяет нам принимать меры по минимизации негативных последствий пандемии на экономику государств-членов, а также на здоровье и жизни наших граждан. Ограничительные меры не должны превратиться в экономическую изоляцию внутри нашего союза. Единый рынок Евразия должен функционировать без барьеров ограничений и изъятий. Аналогичное мнение выразил и президент Белоруссии. Александр Лукашенко призвал к сохранению практики применения единых правил регулирования внешней торговли, назвав их ядром функционирования ЕС. Если мы не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нарушенные экономические связи и на это уйдет много времени, много денег и много труда. То, что сейчас происходит в мире, подтверждает высказанные опасения. Вирус разрушает жизни и семьи, вносит сумятицу в работе рынков, приводит к остановке целых отраслей, серьезно влияет на положение дел нефтяной сферы. Закрытие границ и другие ограничительные меры внутри Альянса не должны повлиять на тесное сотрудничество, которое развивается годами, заявил Сурумбай Джимбеков. Он предложил решение тех вопросов, которые сегодня стоят барьером. В условиях всей изоляции и вынуждено закрытие границ между нашими странами, необходимо организация зеленых коридоров с соответствующим алгоритмом. В этой связи предлагаю определить перечень товаров, которые будут беспрепятственно перемешаться между нашими странами. Эти коридоры нам позволят бесперебойно доставлять гуманитарные грузы, продовольственные товары, первые необходимости и продукцию медицинского назначения. Российский лидер заявил о необходимости экстраординарных мер в борьбе с коронавирусом. Со слов Владимира Путина, пандемия негативно повлияла на все стороны жизни, в том числе на экономику и социальную сферу. Необходимо налаживать тесное сотрудничество между государствами ЕС для борьбы с заболеванием и минимизации его последствий, высказался Путин. Он добавил, что Россия активно работает над созданием вакцины. Процесс цитата продвигается хорошо. Пандемии должны быть разумными и пропорциональными, не приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей, остановки международной торговли, прекращению взаимных инвестиций. Уже сейчас в рамках Евразвест нужно начать разработку мер системного характера, призванных создать условия для восстановления и обеспечения дальнейшего экономического развития. Речь идет в частности о том, чтобы активизировать процесс цифровизации в сфере логистики, об этом уже тоже говорилось, таможенных и налоговых процедур. Без принятия мер Евразийской экономической комиссии по обнулению ввозных таможенных пошлин на медицинские изделия также не обойтись, считает Сауром Байджимбеков. В этом смысле он предложил принять единый механизм социальной и медицинской поддержки для всех граждан ЕС. Большое количество граждан наших государств проживают и работают во всех странах Евразии. В условиях пандемии они оказались в сложной ситуации. Предлагаю принять единый механизм социальной и медицинской поддержки для всех граждан Евразии в это непростое время. Необходимость сохранения свободной торговли внутри Союза отметил и премьер-министр Армении. Никол Пашинян выразил уверенность, что ЕС не только выдержит испытания, но и благодаря своим институтам сможет выйти из кризиса с минимальными потерями. С системообразующим принципом нашего интеграционного объединения является свободная торговля и наши действия должны основываться на необходимости сохранения этого принципа. Поэтому в создавшейся ситуации мы считаем недопустимым введением мер тем или иным образом, препятствующих движению товаров и услуг внутри ЕС. Заявление главы правительства Армении поддержал и казахстанский лидер Касым Джомар Токаев. Вместе с тем он отметил, что странам ЕС необходимо быть готовыми к новым вызовам. Нет сомнений в том, что наши страны, наш союз выстоят и преодолеют этот небывалый кризис. В то же время мы должны учесть уроки пандемии, проанализировать наработанную за этот период практику и быть готовыми к новым вызовам. Между тем, Суром Байчимбеков предложил организовать совместную работу медицинских служб Евразийского союза для оперативного реагирования на ситуацию. Глава нашего государства в завершении поблагодарил глав России и Казахстана за оказываемую миграционную поддержку и содействие в возвращении граждан Кыргызстана на родину. Президент отметил, что отношения со странами-членами ЕС остаются неизменным приоритетом для нашей республики.